Первый в маршруте – санаторий Анапа. Здравница принимает детей с особенностями здоровья. Для них созданы все условия – удобные номера, специальное оборудование, программа пребывания. Чем занимаетесь? Сейчас же на море не пойдешь? Ничего не пойдешь? Ну то есть есть достаточно для вас активности, чтобы весь день ваш был занят? Да. Достаточно? А нам стоит. Вице-губернатора волнует и цена образования отдыха, и условия для гостей. По словам руководителей санатория, загрузка на сегодняшний день стопроцентная. Номера в корпусе эконом-класса были раскуплены еще в феврале. В самой большой в стране детской здравнице «Жемчужина России» завершается первая летняя смена. С начала года здесь уже приняли 11 тысяч детей, 5 тысяч из них – дети Кубани. Отдохнут летом в лагере и анапчане. Учитывая замечания прошлого года, в этом сезоне руководство строже подошло к приему детей. 100% загрузка. Сейчас мы имеем меньшую загрузку, в связи с чем? Потому что крупный заказчик Мосгортур, который в прошлом году нам всем создал проблемы, связано было с чем? Что у них был плохой отбор детей там на местах, первое. Очень много детей, которые приезжали без права. Когда мы в этом году отбирали детей, мы очень много детей не приняли. Готовые медики детской здравницы. Закуплены дополнительные лекарственные препараты. При малейших симптомах ребенка изолируют из корпуса. И, конечно, как и во всех санаториях, проводят курортное лечение. Детей смотрят. Какие они по лецидору получают? Получают грязь. Лечение у вас есть кабинет отдельный. Грязь у детей? Наша анапская. Проверила грязь, наша анапская. Они получают вот здесь, получают магнитотерапию, получают психологическую разгрузку. Потом у нас своя лаборатория, которая тоже определяет все необходимые параметры крови. Ну, все, что необходимо. И, конечно же, узкие специалисты, как я уже сказала, гастроэнтеролог, драматолог. Анна Менькова проинспектировала изолятор на 100 мест. Посетила столовую, которая имеется в каждом из пяти корпусов. Побеседовала со спасателями, оценила воду в бювете жемчужины. Понятно, что Краснодарский край является, остается главным детским курортом в стране. Огромное количество детей к нам приезжают. И мы еще и, безусловно, должны внимательно следить за тем, как отдыхают наши дети, отдых которых мы субсидируем. Этот санаторий выбран не случайно. В прошлом году мы получили достаточно много количества жалоб. Но я объективно хочу сказать, что ситуация исправлена. Здесь делают профилактику, научились делать профилактику различных заболеваний. Условия для отдыха просто первоклассные. Важно удержать детский отдых на высоком, качественном уровне.